Унылая пора, очее очарование, Приятна мне твоя, прощальная краса. Прекрасные строки из произведения Александра Сергеевича Пушкина про осень. Но смотрю я на ташкентскую осень и понимаю, что в Ташкенте она далеко не унылая пора. Она против солнечная и прекрасная. Да-да, вы не ошиблись. В эфире тележурнал «Ландшафт Уз» на телеканале Дуньё Бойля. И я, Сабина Асанова. Ну что, приятного вам просмотра. Этому дереву, чтобы стать бонсай, еще нужно 2-3 года. Я хотел, чтобы последнее растение было хвойным. Красим внутреннюю часть, даем ей просохнуть. Если мы будем рассматривать землю как мать, а урожай – ребенок, то, как известно, здоровые дети рождаются только у здоровых матерей. Субтитры подогнал «Ландшафт Уз» уже в апреле и в мае. А сейчас наш специалист расскажет вам, какие именно кустарники можно посадить этой осенью. Привет! Я очень рад встрече с вами в этот прекрасный осенний день. Сейчас я познакомлю вас с топ-5 растений, которые остаются зелеными даже зимой. Итак, начнем. Начать список хотелось бы со знакомства с этим красивым вечно зеленым растением, которое называется «Фотиния форезара литл рэтрубин». «Фотиния считается растением, адаптированным к климату Узбекистана, и, конечно же, выделяется своей особенностью сохранять зелень круглый год. Когда я говорю «вечно зеленая», я не имею в виду ее цвет. Я подчеркиваю, что она не сбрасывает листья даже зимой. Причина, как вы видите, в том, что листья этого вида в осенне-зимний-летний период красноватые. Это растение такой красивой формы, которое очень понравится владельцам садов с тонким вкусом. Еще один аспект, который следует подчеркнуть, это то, что фотиния растение не капризное. Хорошо чувствую себя на солнце и в полутени. Итак, запомните имя фотиния. Следующее растение, которое я хотел бы вам представить, называется люгуструма. К нему мы сейчас и подойдем. Итак, это разновидность люгуструма – тексанум. На самом деле он принадлежит к семейству растений, сбрасывающих листья. Из него можно делать красивые фигурки и живые стены. Преимущество люгуструма в том, что его листья блестят. Но желательно, чтобы он свел как можно реже, ведь вся его красота в этих листьях. Поэтому в цветах нет нужды. Рекомендуется сажать на солнце и в полутени, а если вовремя добавлять калино-фосфорные подкормки, то листья не потеряют своего свойства. Теперь переходим к следующему растению. Его еще мало кто видел. Вот эту красоту называют китайским лорапиталумом. Это ими трудно произнести правильно, но очарование растения делает его достойным запоминанием. Он привезен к нам из Италии. Самая впечатляющая его особенность в том, что он обильно цветет с весны до зимы. Правда, если зима будет очень суровой, он может не цвести. И тем не менее, при отсутствии цветения других растений, цветы лорапиталума всегда радуют взор. Они бывают от темно-розового до балинового оттенков. Считается, что это вечно зеленое растение комфортно живет в прохладных, полутенистых и солнечных местах. У него сильная потребность только в питательных веществах, ведь содержать цветы в 4 сезона года непросто. По этой причине необходимо вносить дополнительные питательные вещества весной, летом и осенью, во второй месяц каждого сезона. Рекомендуется давать смеси, богатые фосфором, калием, магнием. Если вы посадите его в своем саду, он будет радовать вас своим красным цветом, отличным от обычных зеленых растений. Следующее растение нельзя назвать огромным. Оно невысокое, несмотря на это, непременно покорит ваше сердце своими красивыми декоративными яркими листьями и плодами. Это нандина. Вообще-то в северных странах нандина культивируется как комнатное растение, а в климате, подобном нашему, считается садовым. Если вы его посадите, то увидите такие красивые семена. Зимой и в холодное время года вообще он украсит ваш сад такими плодами. Растение непровередливое и не требует усильного ухода за ним и большого количества дополнительных питательных веществ. Достаточно его сажать на солнечном и максимально полутенистом месте. Насытить его можно местными удобрениями и питательными веществами, доступными в фитоаптеках. Кроме того, не проблема найти растения нандина по низкой цене в садовых центрах и на рынках нашей страны. Я хотел, чтобы последние растения, было хвойным. Итак, то, что вы видите, это плакучие кедры. Как они чувствуют себя в нашем климате? Абсолютно все кедры прекрасно себя чувствуют и хорошо растут в климате Узбекистана. Ходят слухи, что его надо сажать как можно ближе к горам. Нет, наоборот, вы можете без проблем ухаживать за ним в своем саду. Семейство кедровых очень большое. Эти кедры считаются атлантическими и, как их разновидность, плакучими. По своей природе они растут в форме арки. Такие арки мы привыкли видеть из роз. Поэтому нам сложно представить себе арку из кедров. Если вам нравятся необычные идеи, рекомендую сделать арку из кедра. Кроме того, она не требует особого ухода. Требует такого же ухода, как и обычные хвойные растения. Самое главное, это придает вашему саду своеобразный и неповторимый вид. Мы познакомились с растениями, которые остаются зелеными даже зимой. И прощаюсь с вами в качестве бонуса. Хочу дать информацию о бересклетах, известных как нормушки. Переходим к последнему объекту. Бересклет — это тоже вечно зеленое растение. Хорошо себя чувствует и в прохладном месте, и на открытом солнце. Поэтому местоположение особо не выбирает. Усаживать его можно где угодно, но если посадить в прохладном месте, то он будет расти быстрее. У него есть одна плохая сторона. При аномальных холодах он может сбрасывать листья. Однако это очень неприхотливое растение. Вскоре оно выздоровеет и снова начнет выпускать листья. Найти бересклет можно во всех садовых центрах нашей страны. Решение о выборе находится в ваших руках, но только в том случае, если вы сможете отличить здоровую и качественную рассаду на момент покупки. Но вы наверняка и сами хорошо знаете, где можно приобрести хорошие и здоровые растения. Это все то, чем я хотел поделиться с вами сегодня. До скорой встречи. Цветы могут стать не только частью интерьера, но и оживить, изменить комнату до неузнаваемости. Именно поэтому многие любители живых растений создают в своих комнатах настоящие сады. Очень важно, чтобы растения были не только частью интерьера, но и гармонировали друг с другом. Кстати говоря, в магазинах продаются специальные кашпо, для того, чтобы вы могли уместить туда свои растения. Но не всегда удается подобрать тот самый удачный вариант. Именно по этой причине лучше сделать горшок для своих любимых растений своими руками. Именно так и сделала наш специалист Ульяна в своем следующем сюжете. Смотрим и учимся! Здравствуйте! Сегодня мы будем делать вот такое кашпо практически из подручных средств. Для этого нам понадобится два ненужных горшочка одинаковой формы, бетон, вода, перчатки и два лоскута натуральной ткани. Первое, что мы делаем, отрезаем один горшочек наполовину. Далее мы переворачиваем подставку и одеваем на него основной горшочек. Далее мы смешиваем цемент. Хочу заметить, что остатки цемента ни в коем случае нельзя смывать в канализацию, так как это может привести к повреждению труб. Для кашпо нам нужно получить бетон густотой сметаны. Далее мы берем один ласту ткани и хорошенько вымачиваем в бетоне. Расправляя, мы накладываем его поверх нашей основы. Красиво выкладываем складочки. Берем второй ласту ткани и повторяем то же самое. Оставляем высыхать на 24 часа. После просушки нам нужно покрыть еще раз бетоном и внутреннюю, и наружную часть, несколько слоев и вновь его просушить. Ну вот, у нас просохло. И давайте же займемся покраской. Для краски мы можем взять любую водоэмуляционную краску с добавлением пигмента, цвета, который вам нравится. Для удобства использования можно взять кусочек губки и прикрепить прищепку. Красим внутреннюю часть. Даем ей просохнуть. А далее красим наружную часть. Красим внутренняя часть. Субтитры подогнал «Симон» И также даем просохнуть Подготавливаем черенки и отростки наших растений Засыпаем в ренажер Освобожаем стебель от листвы Важно, чтобы в грунт не попадали листочки Субтитры подогнал «Симон» Сбрызгиваем и смываем грязь Поливая при этом грунт Осталось только задекорировать Нашими любимыми натуральными аксессуарами ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, с такой простотой мы создали мини-садик с нуля С вами была Ульяна, главный флорист магазина «Архицейл» Хочу вам напомнить, что выпуски нашей телепередачи Вы можете увидеть не только на телеканале «Дуньё Бойляп», Но и на нашем Ютуб-канале А также вы всегда сможете задать интересующие вас вопросы На нашем Телеграм-канале И не забывайте следить за нашими социальными сетями Такими как Инстаграм и Фейсбук Там вы сможете увидеть наши бэкстейджи И актуальную информацию из первых уст Здравствуйте, друзья! Рад вас видеть на нашей страничке про бонсай Продолжаем наши небольшие очерки Каждое время года по-своему прекрасно Как в саду, так и в саду бонсай Что нам дает осень? Ну, в Узбекистане осень приходит чуть позже, чем в северных широтах Сентябрь для нас еще не совсем осень В сентябре практически не желтеют листья Но вот с приходом октября Мы видим такие прекрасные желтые цвет Вот это вот дикая яблоня горная Которая готовится быть в следующем году бонсай Вот за сутки выпадает со всех деревьев целая вот такая кучка листьев Тутовник готовится тоже стать бонсай Изумрудно-желтый уже такой оттенок появляется То есть вот еще опять тутовник, который тоже начинает желтеть Далее у нас здесь горная алыча Которая тоже, наверное, все-таки горные растения раньше реагируют генетически Потому что их предки, скажем так, да, их родители И, видимо, у них реакция на осень более резкая Вот, например, гинкобилоба У него тоже изумительный желтый цвет осенью Но для него еще рано Из нашей бонсайной коллекции Ну, практически никто еще не начал Единственное, вот буссинеттия потихоньку начала желтеть с нижних листьев У нас есть интересные экземпляры метасеквоя Хоть и относятся к семейству кипарисовых Но в отличие от остальных хвойных Метасеквоя сбрасывает листья и частично ветки на зимний период Но для нее тоже, видимо, еще достаточно тепло По этой метасеквои мы еще проведем отдельный ролик Сделаем по формированию и пересадке Здесь есть над чем поработать И осенью, конечно же, здесь с понижением температуры Наши тропические растения Такие как фикусы, зельковые и другие азиатские растения Надо заносить в помещение Температура ниже плюс 10 градусов К сожалению, фикусам противопоказано Поэтому еще немножко мы начнем их заносить в помещение Для них температура выживания Минимальная температура, при которой они должны содержаться Плюс 10-15 градусов Что еще осенью у нас происходит? Осенью клены тоже начинают желтеть, краснеть Но в данном случае, если мы посмотрим на клен Эйсер пальматум атропорпуреум Обратите внимание, вот здесь зеленые листья Вот здесь фиолетовые Единственная причина, по которой у этого растения более фиолетовый цвет А у этого более зеленый, это то, что одно из них больше находилось в тени А другое больше находилось на солнце Они тоже еще пока не переходят в состояние осенне-зимнего покоя Кстати, некоторые будут рассажены в чуть больший горшок Ну, что мы уже проделали Достаточно очень интересное растение Как для бонсай, так и для сада Часть из них будет рассажена в открытый грунт И в порядке инсперимента мы их рассадим в различные участки сада Теневой, солнечный участок Чтобы посмотреть в итоге, что будет происходить с ними Как они будут себя чувствовать Что происходит осенью? Осенью деревья, набрав силы за весенний-летний период Готовятся к спячке Это не тропические растения И наступление холодов дает им сигнал Какие работы можно выполнять осенью с бонсай и вообще в саду В данном случае мы хотим вам показать Вот эту вот альбиция ленкаранская Ее называют еще акация ленкаранская Это дерево растет в саду И будущей весной мы его будем трансформировать в бонсай Подготовка саженцев к тому, чтобы из них бонсай Очень важный момент Для чего мы высаживаем в грунт саженцы В открытом грунте на свежем воздухе деревья Более быстрее наращивают рост И наращивают толщину ствола В данном случае вот эта альбиция Здесь есть небольшая ошибка, которую мы будем исправлять Сейчас я вам объясню Вот смотрите В идеальном состоянии бонсай должен начинаться широко и постепенно сужаться То, что называется конус Вот здесь произошла небольшая ошибка В период роста этого дерева Ветки, находившиеся вот здесь Мы их вовремя не срезали И получилась вот эта шишка Шишка, из-за которой теряется конусность И бонсай теряет свой эстетический вид Теперь пройдемся по веткам Что нужно сделать, чтобы эту ошибку исправить Ну, во-первых, мы имеем здесь две ветки Которые мы ни в коем случае не должны на данном этапе трогать Таким образом, эти ветки помогут нам расширить основание И восстановить эту конусность Теперь, если вы обратите внимание Вот в этом месте растут раз, два, две ветки И существует опасность, что произойдет то же самое, что и здесь Поэтому осенью мы удалим вот эти две ветви Таким образом у нас будет вот это вот конусное сужение сюда идти И эта толщина так и останется В момент пересадки в бонсайный горшок У нас будет вот такой высоты дерево С такой приятной свежестостью, как в природе Эту ветку мы не трогаем Она будет расти вверх максимально Этот ствол даст нам возможность получить бонсай Достаточно сильный и качественный Итак, приступим Ну, кто знаком с садоводством Тот знает, что ветки спиливают сначала снизу Под пил делают А потом сверху Так, есть одна И вторая Вот таким образом мы сделали первоначальную обрезку И в будущем из него получится достаточно неплохой бонсай Сантиметров 50-60 высотой Эти ветки мы не будем трогать, пока не расширит наше основание А весной уже, когда появятся новые ветки Из них будем формировать невысокое дерево Сначала пересадим в плошку То есть этому дереву, чтобы стать бонсай, еще нужно 2-3 года Хороших вам всем осенних работ В вашем саду, у кого он есть С вашими деревьями бонсай До новых встреч Зачем тратиться на оформление сада, огорода и участка? С человеком действительно происходят интересные вещи И не важно, находится он на даче или же за тяпкой в огороде Наш быт, окружение, все то, что мы видим, чувствуем Формируют наше мировоззрение, чувство прекрасного и в целом нашу жизнь Пока жарится мяско, как приятно пройти со своими друзьями И рассмотреть стропинки, водоемы и другие достопримечательности вашего участка Еще круче, когда ты сам приложил к этому свою руку Творческий процесс на дачах и участках Вот чего нам так не хватает Многие дизайнеры отмечают Что сейчас заказчики непременно хотят видеть на своем участке зону огорода Эта тенденция действительно есть И мы, в свою очередь, ее замечаем Это прекрасно, когда ты можешь видеть на своем участке зону огорода И, например, иметь собственный урожай Который будет радовать вас и вашу семью Который будет радовать вас и вашу семью Здравствуйте, меня зовут Сунателья Я представитель компании Чаман Сегодня мы находимся на объекте, который был закончен примерно две недели назад И сегодня мы пришли для первой встречи газона Общая территория газона где-то примерно 200 квадратов метров И на этом объекте мы использовали различные растения, которые были импортированы из Италии Например, можно представить фатиния, голубая ель, лавровишня Чтобы оградить, мы использовали прямые линии из шамшидов Можете сами увидеть нашу работу и оценить ее Здравствуйте, мое имя Пазледин Я архитектор и дизайнер компании Чаман На что хочу обратить ваше внимание Очень часто люди стараются избегать асимметрии в своем дворе Всегда пытаются сделать симметричность Создавать в картах, в зеленых зонах Этот двор имеет абсолютную асимметрию И мы решили это использовать как преимущество, а не как недостаток Чтобы создать парадный вид, мы использовали арку при входе к участку С арками мы использовали вьющиеся розы, которые очень красиво создают презентабельный вид При посадке нужно обязательно учесть дренажную систему И плюс, смотря какой там грунт, использовать торф, биогомус Торф тоже делится на две типы – кислый и нейтральный Для хуйных растений обычно используют кислый торф Для листовых растений используются нейтральный Когда заказчик к нам обратился, в доме уже было посажено дерево Это дерево является магнолией листопадной, примерно высотой 7-8 метров Магнолией является болотным растением И учитывая это, мы рядом с ним тоже посадили болотовые растения Здесь было посажено бамбук, пениситум, тут рододендрон и гортензий При посадке нужно учесть, что растения тоже делятся на две части Первое, которое теновые Второе, которое любит солнце Ни в коем случае нельзя сажать теновые растения на солнце Иначе они плохо приживутся Посередине мы посадили лавровичнее мультиштамповое Она придает необычный вид в нашем проекте Основное, что мы сделали, это мы разделили двор на две части С помощью дорожки, которая проходит по центру двора Но ее мы сделали по диагонали Вход с улицы, когда мы во двор заходим Мы используем парадный вход Для этого мы используем металлические арки, вьющиеся розы Далее дорожка упирается в кухню по диагонали Окончили мы эту дорожку презентабельным видом С помощью тотемов, это кипарисы черные В нашем случае тотемы являются как архитектурный элемент Это колонны И у каждой колонны есть базовая часть Мы для базовой части использовали лаванды Мы здесь использовали французский сорт лаванды Она отличается цветом и запахом от других сорт лаванды Лаванда особо не любит пересадки Рекомендуется сначала подумать, куда посадить Потом уже сделать посадку Хозяйка этого дома очень любит розы И поэтому мы напротив кухни посадили штамповые розы разного цвета Вдоль стены мы посадили хвойные растения-можжевельники Спереди, когда смотрите на ландшафт Можжевельники дают зеленый фон к нашему ландшафту Наша компания относится своеобразно к этим растениям Мы рассматриваем каждое растение как драгоценный камень И как для любого камня нужно обрамление В нашем случае мы это обрамление используем с помощью архитектурной части двора Для этого есть ступеньки, дорожки, колонны, навесы Вот с помощью всего этого сначала создаем основу для нашего сада Когда основа подобрана правильно и использована грамотно Тогда получается и сам сад звучит намного ярче, звонче, краше Второе растение, которое уже было посажено на нашем объекте Это является тоже магнолия Но магнолия вечно зеленая Примерно высотой 6-7 метров Каждый год минимум в два раза она цветет В центре нашего сада мы посадили голубую ель И тут мы использовали растение дерева олеандр Олеандр является вечнозеленным растением Но у него есть один минус В минусовую погоду зимой его нужно укрывать А самый большой плюс олеандра является то, что оно очень красиво цветет весной В современном мире, это не только сейчас, уже некоторое время назад Начали использовать несколько стилей в одном либо помещении Либо во дворе смешение стилей Грамотнее назвать это будет эклектика Эклектика это когда мы используем 2, 3, а иногда даже 4 стиля Но если мы это все сделаем со вкусом Подойдем к этому делу грамотно Мы получаем в итоге не смесь подобранных нескольких стилей А сочетание, гармонию между этими стилями Что и выдает в итоге неожиданно красивый результат Еще одно необычное растение это фатини помпом Пестеро-красного цвета Оно тоже хорошо смотрится в ландшафтном дизайне Несмотря на то, что все растения были импортными Те растения, которые здесь использованы, они адаптированы к климату Узбекистана Сейчас такое время, что если человек хочет, то все находит И мы настоятельно рекомендуем, что вы покупали растения в надежных питомниках нашей страны Сейчас, так как осень, предстоит зима Мы будем заниматься подкормкой всех растений Подпиткой, чтобы они ушли всецело в спячку И проснулись в хорошем состоянии, в хорошем виде уже весной После окончания работы мы не оставляем сад один на один с хозяином этого дома Мы всегда рядом, мы всегда готовы прийти и помочь Либо консультацией, либо какими-то конкретными действиями Деградация земли – это так называемое опустынивание Растительный мир порой не может справиться с последствием антропогенного воздействия И восстановиться естественным путем Это происходит в основном из-за вырубки леса А также нехватки пресной воды и неправильного использования плодородных земель Поэтому мы в который раз призываем вас беречь природу Здравствуйте, уважаемые телезрители Тема, которую мы хотим сегодня обсудить, очень актуальна Деградация почвы – это является проблемой не только в нашей республике, но и во всем мире Помимо засоления, это явление вызывает снижение плодородия почвы Урожайности сельскохозяйственных угозий и ранее орошаемых земель Это очень большая и больная тема Но я хочу максимально просто рассказать о ее сути Сегодня весь мир борется за продовольственную безопасность Почва является основным фактором, определяющим продовольственную безопасность Однако все мы знаем, что сегодняшнее прогрессирующее изменение почвы Называется деградацией почвы Прежде чем обсуждать эту тему, нам нужно немного разобраться в почве Почва имеет разные свойства Это физико-механические, химические и, самое главное, биологические свойства Вот ее образцы Здесь они расположены по порядку Это биогумус, процесс его приготовления я вам показывал в предыдущей передаче А эта почва называется обогащенная перегноем Кроме этого, вот в этом образце почвы уже началась деградация Что касается механического состава, то, как видите, она похожа на пыль Теперь это просто песок Вот как сегодня должна выглядеть наша почва Если вы заметили, ее цвет темнее Кроме того, она также должна быть легкой и хорошо впитывающей влагу Но наша почва пришла к такому состоянию, как обычно выглядит деградированная почва И если мы оставим ее такой, если будем относиться к ней так, как сейчас Если будем бороться с землей, мы ее уничтожим Она станет, как песок А вы знаете, что на песке ничего не растет Его можно использовать только для штукатурки дома Что нам делать, чтобы этого не произошло? На этом вопросе я и хочу подробно остановиться Например, что вызывает деградацию почвы? Одной из первых причин является монокультура Постоянные посадки одной и той же культуры Во-вторых, при ограниченном поливе почвы уменьшается количество микроорганизмов в ней Если почва не будет поддерживать необходимую 60-70% влажность Полезные микроорганизмы будут постепенно уменьшаться И в конечном итоге биологические процессы в ней остановятся Об этом я говорю уже много лет Даже ученые этого не слушают Рыхление почвы перед посевом летом обычно делают для посева пшеницы Но эта почва будет лежать месяцами после взрыхления У нас сильный солнечный свет, а воздух горячий и влажный Убивающий все микроорганизмы Микроорганизмы не попадают в почву, потому что там нет влаги Нет движения воды В результате урожайность пшеницы будет постепенно снижаться И сколько я не говорю об этом, никто не обращает внимания Почву вспахивают для борьбы с сорняками, и это правильно Но бесполезно разрыхлять ее, в результате чего она обезвоживается Пожалуйста, пусть землю вспашут, разровняют и немедленно засеют Это летом А осенью землю обязательно нужно вспахать Мы получаем на 30-40% меньше урожая По сравнению с развитым сельским хозяйством таких стран, как Япония, Израиль, Голландия, США, Китай Относительно всех видов культур Основная причина, по которой мы не можем получить урожай, как у них Это наше неправильное отношение к почве Мы перестали дорожить землей На самом деле мы должны уважать ее Ведь не зря ее называют мать земля Итак, что мы должны сделать, чтобы улучшить состояние земли? Что нужно сделать, чтобы остановить деградацию? Для этого нам большого ума не надо Все, что нам нужно сделать, это изучить природу Понять ее и помочь происходящему в ней природному процессу Позвольте мне сказать вам просто Если мы добавим в нее органические вещества и химикаты Если мы соберем весь урожай, а очистки, стебли и остатки растений сожжем Почва в конечном итоге станет вот такой Если мы продолжим эксплуатировать, это в конечном итоге произойдет Наверное, есть те, кто знает, что в пустынях Бухары и Новые такая почва Это полупесок, полуземля Чтобы не дойти до этого, нам нужно добавлять в нее больше натуральных удобрений Если вы купили участок земли, вам необходимо добавить одну тонну органики на одну сотку земли Органики сольческие Нам сыск собода После этого на каждый участок земли следует вынести по 200 килограммов хорошего перегноя или биокумуса То, что мы делаем сейчас, идет слева направо Это то, чего мы хотим добиться в конечном итоге Когда мы используем свой разум, чтобы изменить свое отношение к почве Мы движемся слева направо Мы достигнем самого продуктивного биогумуса Этот результат может быть достигнут На очень больших площадях это сложно Есть и другие методы Например, у нас еще есть возможность провести ситерацию почвы Что это значит? Это запахивание в почву зеленой массы растений С целью использования их в качестве удобрений В настоящее время мы находимся в этом промежутке В середине Если мы приложим усилия, то придем к хорошему результату Иначе к плохому Поэтому каждый из нас должен изменить отношение к земле Если мы будем рассматривать землю как мать, а урожай и ребенок То, как известно, здоровые дети рождаются только у здоровых матерей До свидания, будьте здоровы В одной из следующих программ мы снова продолжим эту тему Я набухахта, я подберна Дорогие телезрители Мы всегда открыты к общению с вами К новым специалистам К вашим пожеланиям и рекомендациям Поэтому смело обращайтесь к нам Ну а мы будем ждать встречи вновь с вами Увидимся ровно через неделю Пока Субтитры сделал DimaTorzok